Сегодня у нас будет несколько неожиданная лекция. В каком смысле? В том смысле, что правильно было бы вам рассказать об... У нас, в принципе, весь курс ориентирован на изучение моделирования биополимеров. Но сегодня я буду вам рассказывать про химинформатику. Это, на самом деле, связано с простым соображением, с тем, что у нас в большинстве случаев все наши подходы, все наши методы, они так или иначе ориентированы на исследование взаимодействия биополимеров с легандами. И практически с сегодняшнего занятия ожидается, что вы уже будете уметь работать как-то с легандами. И поэтому приходится немножко перетасовать программу так, чтобы было сначала рассказать про леганды, а потом уже прийти к биополимерам, потому что тогда будет понятнее, как нам удобно и эффективно работать с низколимкулярными соединениями. Итак, тема сегодняшней лекции — это химинформатика. Я надеюсь, что все получится рассказать достаточно быстро, потому что там не так уж и много слайдов, не очень все сложно. Но тем не менее, и остаток лекции я расскажу про PMO, потому что о его особенностях, тех, которых совершенно, кстати, все равно оказалось непонятным, то, в какой мере вы его знаете. И поэтому, тем не менее, с тем, что у нас не запланировано отдельные лекции под PMO, я постараюсь сегодня успеть рассказать о его основных особенностях. Ну, тех, которые, может быть, вам интересны, а может быть и нет. Итак, химинформатика и поиск новых биоактивных молекул. Естественно, для вас становится очевидным то, что поиск молекул — это очевидное лекарство, так или иначе. Поэтому давайте… Надо включать. Начнем. Итак, как вы, наверное, загадываетесь и, наверное, знаете, то, что чаще всего биополимеры занимаются друг с другом и с любыми другими соединениями нековалентно. Это связано с тем, что при функционировании живых молекул, естественно, у нас есть какое-то постоянное равновесие, связанное-несвязанное, для того, чтобы не происходило прихода в тупиковое состояние, когда все со всеми связались и все. Естественно, тут же, когда мы говорим об рецепторах и прочем, существуют некие термины. Эти термины следующие, что органисты связываются как нативные элеганты. Давайте поймем для себя, что такое нативный элегант. Вот, допустим, есть какой-то кофактор или что-то еще проще. Все помните трептофан и репрессор, да? С самого начала вам про него рассказывают. Трептофан и репрессор, когда есть трептофан, он связывается с ДНК. Когда нет трептофана, он не связывается с ДНК. Такой трептофан – это небольшая молекула, естественно, и он является нативным элегантом. Если вы придумаете какой-то аналог трептофана, который будет действовать так же, то он будет являться органистом. Естественно, антагонисты – это другого типа соединения, которые, собственно говоря, не дают связаться трептофану и не оказывают эффекта на связывание с ДНК в случае трептофанового репрессора. Но если говорить о других рецепторах, то это одинаково справедливо, в зависимости от того, какой эффект ожидается от репрессора. Есть еще обратный органист, который оказывает обратный эффект нативному элеганду. Ну, допустим, трептофан связывается и гибирует ДНК, а этот связывается и стимулирует несвязывание с ДНК. Ну, такой тоже может быть. Естественно, то, что для эффективной реализации связывания нековалентного чаще всего вам нужно большое образование нековалентных связей. Потому что нековалентные связи слабые, но когда их много, они дают достаточно значимый эффект. Для того, чтобы это реализовать для небольшой молекул, у вас молекула должна быть очень хорошо подходить по поверхности. Это называется комплементарность поверхности. Поэтому можно ожидать, что небольшие молекулы должны быть комплементарны. Как-то по поверхности к белку. Ну, как это сделать, это достаточно, может быть, сложно. Лекарством обычно являются не только те молекулы, которые хорошо связываются с биопилемером. Они могут иметь много разных свойств. Допустим, они могут связываться средне, но тем не менее оказывать нужный эффект. И этот эффект может быть вызван тем, что просто есть разумная конкуренция. Естественно, то, что если вы делаете какое-то лекарство, то было бы разумно ожидать, чтобы оно было водорастворимо. Потому что если оно водонерастворимо, наверное, доставить его к белкам, которые являются основными действующими агентами в нашем метаболизме, будет затруднительным. Но, с другой стороны, если вы хотите доставить лекарство к белкам, оно должно проникнуть сквозь мембрану клеточную. А клеточная мембрана у нас отнюдь не гидрофильная. Все понят, да? Она достаточно гидрофобная. Поэтому вещество, которое должно быть хорошим лекарством для внутриклеточного действия, оно должно уметь быть и растворимым в воде, и быть способным проникнуть через мембрану. Вот такой вот дуализм. Ну и для хорошего лекарства есть одна особенность, то, что оно должно естественным образом выводиться из организма. Оно может быть либо эффективно выводиться нашими почками, печенью и всем прочим, либо, что еще может быть более удобно, расщепляться ферментами, которые есть в кровотоке или в клетках, и таким образом терять свою активность в ходе действия нейтрализации нормальными ферментами организма. Как на сегодняшний момент чаще всего пытаются искать лекарства? Их можно искать в известных биологических материалах. Но надо признать, что это навевает нам все эти сказания о бесконечных травках, которые отчетно помогают. Но мы с вами знаем, что если мы возьмем какую-нибудь травку, растолчим ее с тупки, начнем на хоматографии изучать состав этой травки, мы найдем такое большое количество низкоманкулярное соединение, от которого, в общем, не будет непонятно, кто на что влияет. Если даже всем мы их выделим и найдем действительно то, что важно, как нам кажется, потом окажется, что оно не имеет никакого действия. И нередко оказывается так, что все вот эти вещи, они работают именно в каком-то ансамбле. Поэтому здесь это несколько затруднено, а то, что можно было, как правило, уже нашли. Естественно, можно проводить всевозможные роботизированные скринирования, которые делаются следующим образом. Если у вас есть простая система по какой-нибудь болезни, то система, я имею в виду на уровне клетки или энзоматической реакции, то вы берете в плашку, накапываете много-много-много-много этой энзоматической реакции или системы для детекции или, как говорят по-английски, эссей, после чего добавляете к ним разные химические соединения и смотрите, в каких случаях этот эссей появляется ингибирование или, наоборот, стимулирование. Это из-за того, чего вы делаете. Естественно, что в таких случаях у вас появляется очень много переменных, а именно то, что если у вас этот эссей работает хорошо для водорастворимых и плохо работает для нерастворимых соединений, то вам как-то надо, получается, объединять эти результаты вместе. Естественно, вероятен высокий уровень шума. Все знают, что чем более массовые эксперименты, тем больше у нас уровень шума. Уровень шума, догадывайся, что это такое, да? Это когда вы не совсем хорошо понимаете, где у вас сигнал, а где у вас не сигнал разумный. Так, что у нас еще есть? И, естественно, в таких случаях нам было бы желательно иметь какие-то инструменты, которые позволили бы вычислительными способами манипулировать химическими структурами и проводить классификацию, кластеризацию по их химическим свойствам. Итак, давайте я немножко сейчас расскажу о том, как все это работает с точки зрения индустрии. На сегодняшний момент вы должны понимать, что лекарства делятся на два основных типа. Дженерики – это те информации, о которых уже давно известно, которые не находятся под патентной защитой, и те лекарства, которые находятся под патентной защитой, приносят основную прибыль фармацевтическим компаниям, и как результат они на этом зарабатывают. Но, естественно, те, которые дженерики, их выпускают наши друзья с Востока, а не дженерики, в основном приходят к нам сзади. Итак, естественно, что в области этот рынок, естественно, высококонкурентен, и в большинстве случаев для того, чтобы какая-то молекула оказалась в продаже, а именно лекарства, это занимает достаточно большой срок. Причины для этого очень просты. То, что сначала чаще всего нам надо увидеть какую-то болезнь, которую надо лечить. После того, как мы понимаем, что эту болезнь можно попытаться вылечить, мы пытаемся искать молекулярный механизм этой болезни. Допустим, все знают, что такое рак. С точки зрения общего слова. Но никто не знает, как конкретно это работает. Молекулярных механизмов рака весьма ограниченное количество. Тем более, это все время, как правило, бывает еще сложнее, чем кажется. Если у вас все-таки есть молекулярный механизм, то, естественно, из молекулярного механизма у вас следует конкретный белок. Если у вас есть белок, то можно попытаться найти, определить его структуру. Структурным методом и каким-то еще. После чего на основании этого пытаются придумать ингибитор. Но даже если у вас нет структуры, ингибитор все равно можно найти, просто капая все известные химические соединения к этому белку и сравнивая, как кто из них может ингибировать или связываться. Даже если вы получили ингибитор, вероятность того, что этот ингибитор будет работать в организме, очень невысока. Почему? Одно дело налить какое-то органическое вещество к белку, а другое дело добавить это органическое вещество в организм. В чем принципиальная разница? Как вы думаете? Там у нас вода чаще всего. Да, а в организме что? Ну, вы можете там тоже сделать соль добавить. Ну, когда вы капаете к белку, да? Может, ингибитор не даете доцелет? Что? Да нет, все гораздо проще. Там много других белков. Если много других белков, и этот ингибитор обладает невысокой специфичностью, он свяжется с тем белком, которого просто больше. А если он связывается с ним, то почему такая есть ситуация? Все знаете, помните констанцию равновесия с химией? Чем больше концентрация какого-то белка? Если у вас есть два белка, одного КД в 10 раз меньше, чем у другого. Но при этом концентрация одного из белков в 100 раз выше. То, естественно, 90% этого нуклеарного негана свяжется с тем белком, из которого концентрация выше. И что у вас получится? Получится то, что лекарство будет действовать на другой белок. И окажется, что его действие абсолютно токсично. При том, что этого никто не ожидал. Вот почему большинство ингибиторов, они, собственно говоря, остаются ингибиторами для инвитро-исследований, но не могут быть использованы как лекарство. Ну, естественно, это проверяется очень просто. Берются всеми известные грызуны, им вкалываются, они помирают, ну и все довольны. Естественно, после того, как вы уже разобрались с доклиническими испытаниями, это испытания на животных, и того, чтобы показали, что есть активность вещества, необходимо наладить его химический синтез и масштабирование. Все, наверное, знают, что большинство химического синтеза, которое происходит в лаборатории, обладает шоколовой синтезом до граммов. А вот если вам нужно синтезировать килограммы, то совершенно другая история. Нужно строить какой-то заводик. И там совершенно другая химия, совершенно другие примеси. И только после этого вы можете переходить к клиническим испытаниям и уже после на основании клинических испытаний показать, что это вещество работает и на людях также, и не токсично для людей. И уже надо регистрироваться в регуляторе, в нашем случае это Минздрав, и начинать продавать. То есть, понимаете, каждый из этих этапов занимает, ну как минимум, года полтора-два. Если все их посуммировать, то может закончиться, что это действительно очень большой промежуток времени. Поэтому новых лекарств мало, и они появляются неспешно, и это достаточно сложный процесс. Теперь какие есть на сегодняшний момент новые технологии в этой области? Естественно, быстрое скренирование лекарств возможно с помощью использования таких вещей, как чипы. Все знают, как это работает. Что-то там накапали, что-то там засветилось немножко другим цветом. Уровень шума очень высок. Естественно, можно попытаться, если уж настолько отчасти вам повезло, и у вас вы можете выделять массово, получать массовые кристаллы белка, то вы можете с помощью роботизированных станций насыщать эти кристаллы разными элегантами, и смотреть, как этот какой-то элегант связывается с этим белком. Естественно, то, что, как ни странно, это достаточно просто кристаллографически, определить вот в таком случае место положения связанной элеганты. Естественно, можно опять же использовать роботов и прикапывать на планшетные лунки, где проверять эффективность действия элеганты на этот белок. Опять, виртуальный поиск — это то, что использование компьютеров, об этом мы с вами поговорим чуть позже, о том, как можно это использовать для того, чтобы находить это, используя просто только компьютер. И одно из немаловажных достижений в последнее время — это комбинаторная химия, которая позволяет генерировать очень большие библиотеки и соединения, которые до этого были неизвестны. Итак, ключевым моментом нередко во всем этом процессе, когда вы переходите к большому количеству работы с большим количеством химических соединений, это является некая формализация, даже информатизация этого процесса. Как это делается? Естественно, что мы с вами привыкли, что достаточно просто проводить информатику, вводить информатику по отношению к белкам. У вас есть последовательность букв, буквы все одинаковые, все, что меняется, это их последовательность. Дальше вы начинаете работать именно ключевое объект для исследования, это и сравнение, это последовательности. Это все достаточно просто. В этом случае же органических веществ это не так просто. Вы никогда не можете точно сказать, на что влияет добавление бензольного кольца, и как действительно ли оно добавляется, это бензольное кольцо, и каким способом оно может быть добавлено, то есть достаточно много. То есть это все несколько сложно. Но введение химинформатики позволяет снизить некоторые риски. Вы, по-моему, можете уже кластеризовать соединения по определенным свойствам. Вы можете разработать библиотеки, которые обладают определенными нужными вам свойствами, соответственно, ограничить выборку, ограничить объем скринированной библиотеки для скрининга. Естественно, также можно исследовать с помощью этого методов химинформатики, пытаться организовать все это базы данных, поставить базу данных для реакции, базу данных для веществ, и тем самым на самом деле оптимизировать поиск леганда. Естественно, это самое, наверное, важное. Это, наверное, интеграция всех процессов для того, чтобы получать сравнение. Вот, допустим, это картинка из одного из патентов, которую можно найти в интернете о том, как работают подобные линии. Это вот такая большая роботизированная линия, которая может обрабатывать до 100 тысяч соединений, 100 тысяч проводить реакции в день и определять, какое вещество действует, какое не действует. Естественно, что выходом из работы подобного устройства является просто гигантское количество данных. То есть вы должны, во-первых, получить степень ингибирования, сравнить это с растворимостью, нерастворимостью, количество доноров, акцепторов водородных связей у этого соединения и так далее. То есть понять на то, как это все могло бы работать. Естественно, все это сложно. И в результате получается большой поток данных. Тут я хотел сказать, что тут надо разбивать опять соединения на классы по гидрофобности, по гидрофильности, по обилию доноров и акцепторов водородных связей на этих соединениях. И все это надо делать автоматически. Так, что тут еще? Ну, естественно, попытаться использовать какую-то структурную информацию для того, чтобы объединить соединения именно по структурным свойствам. Итак, что такое, например, рекомендаторная химия? Как это может работать? Как мы вообще генерируем эти соединения? Есть такой, понятный, как строительный блок. Вы сейчас знаете, что такое лего, да? В лего есть кубики разных цветов и разных размеров. Собственно говоря, всех можете между собой соединять разными способами. Чем дети и занимаются, это им доставляет большое удовольствие. Собственно говоря, как это выглядит. Допустим, если у нас есть вот такое вот соединение в качестве основного блока, и мы попытаемся вместо R1, R2, R3 повесить разные группы. У нас есть группы, делятся на разные типы. Допустим, доноры водородной связи, акцепторы водородной связи и какие-то гидрофобные еще заместители. Естественно, что количество комбинаций вы можете сами посчитать. Можете посчитать прямое количество комбинаций? У нас три позиции, в каждую позицию можно считать по пять элегантов. Ну давайте, посчитайте. Вы умножите одну цифру на другую цифру и на третью. Вы же в информатике должны знать, какая должна быть выборка. Допустим, у пептида какая у него случайная библиотека. 5, 5, 5. Давайте считать, что 5, 5, 5. В каждой, может быть, три позиции по 5 элегантов. Сколько? Ну да, естественно. Слава богу. Вот. Итак, таким образом вы понимаете, что даже при достаточно простой количестве входящих соединений, их может быть больше, чем 5, естественно, строительных блоков, вы можете получить очень большое количество соединений. Причем это экспоненциально растет. И отсюда могут получаться совершенно разные соединения, которые можно обрабатывать. Вот что значит комбинаторная химия. И для того, чтобы для себя правильно спланировать эксперимент по генерации библиотеки с методом комбинаторной химии, желательно для себя разобраться, какие строительные блоки относятся к одному типу. Конечно, это можно делать с помощью ручек и копировать, но сейчас уже есть более мощные инструменты, которые используют так называемую химио-информатику и профилирование библиотек под определенную цель. Допустим, давайте представим себе, что значит профилирование? Как вы думаете? А давайте… Да, это верно. Значит, у вас, допустим, есть возможность поставить любой заместитель. Но вы знаете, что ваша цель – белок, который сидит в мембране. Какие вы будете заместители ставить? Вот, тут надо повсячески думать. Но при этом вы можете создать две библиотеки, которые имеют в себе заряды для того, чтобы взаимодействовать с той частью белка, которая находится вне клетки, и вы не ожидаете, что это вещество попадет в внутрь клетки, а будет заместитель только с водной частью, которая находится вне клетки. Либо вы ожидаете, что это вещество попадет на интерфейс белок мембраны и будет взаимодействовать, собственно говоря, с этим белком. И тогда, естественно, вы будете ожидать, что это должно быть незаряженное вещество, потому что вы хотели бы, чтобы оно у вас было где-то вот в жирной фазе, что на самом деле тоже немаловажно. Вот типа два профиля для одного и того же белка. Теперь давайте перейдем, собственно говоря, к самим вещам, к сути вещей. Мы надеемся, что вы поняли из моего быстрого рассказа о том, что нам нужно научиться манипулировать органическими соединениями в компьютере. А что такое органическое соединение? Это какие-то атомы соединены к связям, что, естественно, является графом. У этого графа его можно, естественно, реализовать. С другой стороны, конечно, если бы вы хранили, можно было бы рисовать все формулы от руки и сканировать, но это бесполезно, как вы догадываетесь. Естественно, что любой граф — это просто таблица связи. Вот, допустим, давайте посмотрим на формат файла, который называется Mool. Это является более-менее стандартным файлом для описания органических соединений. Что есть интересного? Ну, вот это, наверное, уже знаете, что это такое, да? Вот этот блок. Координаты, да. А что это соединение? COCO? Правильно, редукция. Это подсказка вот в этом блоке. Что это? CO2? Нет, COCO — это не CO2. Это С2О2. Так, с червелевой кислотатой кальдегид. То есть вы считаете, что это могло бы быть кем? Верно. Хотя давайте выберем, исходя из взгляда вот на эти цифры. Плоская. Значит, это кто? Верно. С очень вправо. Сама тоже плоская. Ну, я рад за вас. Но вы же сказали уксанная кислота. Верно. Это тоже была кислота. Кто? Севелевый альбегид. А сколько в шевелевом альбегиде углеродов? А шевелевая кислота какая форма умеет? Так, значит… Значит, если бы у вас был кислородов сильно больше, правда? А если альбегид, то да, вы правы. А он бывает? Еще вели вальдегид. Вот. Ну, кстати, может быть и бывает. Сейчас на голову даже не приходит. Ну да, мгновенно. Он тоже переформируется. Диоксаль. Глевоксаль. Да, знакомое название. Вот. Собственно, тут у нас появляется... Естественно, когда мы говорим о графах, вот это все. Это выглядит достаточно скучно. Правда ведь? Но тем не менее, все равно понятно. Как вы догадываетесь, что в принципе можно сделать так, чтобы описывать любую органическую молекулу, просто располагая точки на двухмерном пространстве без 3D и соединяя их связями. Правда? Таким образом, у вас получится формула, которую вы обычно рисуете на бумаге. Но это на самом деле не очень удобно с точки зрения компьютерной обработки и чтения. Поэтому мы придумали такую штуку, как называется SMILES. Расшифровку вы можете, опять же, посмотреть в интернете. Симплифайд, молекулы, что-то там, тролевали, писатель. Как вы видите, здесь на простых примерах, они покажут вам сейчас непростые, что можно описать все, что угодно. Можно катионы описывать, можно описывать и замеры, замеры как цит, транс, так и LD, связи, циклы, все, что угодно. Ну и, естественно, можно описывать реакции. Теперь давайте, вот после того, как мы посмотрели на все эти забавные буковки, пытаемся разобраться, что есть что. А давайте-ка я тут немножко перетасую. Начнем с этого. Итак, что такое атомы? Естественно, что SMILES представляет просто линейное описание какой-то молекулы, где перечисляются последовательно все атомы. И, естественно, если у вас граф, то вы по этому графу должны пройти один раз без повторов. Понятно, что я сейчас сказал? Вы должны придумать путь по графу, который бы позволил вам пройти по всем атомам, с витрениями, при этом проходя через каждый атом один раз. Тогда вы можете записать это в линейном виде. В линейном виде это, ну, типа вот в таких вот, в таком виде. Естественно, что когда вы… Естественно, каждая буква – это каждый атом. Большинство атомов у нас имеют… Те, которым мы привыкли с вами работать в органической химии. Одна буква – действительно один атом. Кроме кого? Галогенов. Потому что у них две буквы на атом. И это несколько усложняет историю. Но, тем не менее, это не мешает сделать некоторые исключения в этом описании. Поэтому считают, когда делают описание, придумывали это описание, решили, что если после С идёт Л, то мы сразу понимаем, что это хлор. А если после Б идёт Р, то это бром, а не бор с каким-то Р. Собственно говоря, и на этом все исключения и заканчиваются. Все остальные атомы, которые вы хотите описать, записываются в скобках, в виде, как вот эта платина. Естественно, что атомы водорода обычно не указываются, по какой причине. Потому что они должны устанавливаться автоматически, исходя из валентности данного атома. А валентности, они, как правило, табличные. Понятно, что значит табличная валентность? Это значит, что вы знаете, что углерод может быть двухвалентным, четырёхвалентным. Фосфор может быть трёхвалентным, пятивалентным. Соответственно, исходя из конфигурации, он восстанавливается соответствующим образом. Естественно, что когда у вас возможны валентности, которые не соответствуют табличным, это, допустим, разные степени окисления. И в этих степенях окисления вы можете просто указать в явном виде их в виде квадратных скобок. Опять же, как вы понимаете, квадратные скобки — это универсальный способ добавить информацию, кроме стандартной. Естественно, когда у нас есть описание для атомов, мы можем описать то, как они связываются. Это очень просто. Если связь одинарная, вы её просто не указываете. Если связь двойная, вы пишите равно, если связь не тройная, пишите решёточку. А в случае, допустим, водорода, вы просто пишите два атома водорода рядом друг с другом. Но ничего не пишите. Почему? Потому что между водородами одинарная связь. Понятно, да? Что такое ветвление? Давайте вспомним тоже пример уксусной кислоты. Как бы вы провели граф? Один кислород надо поставить в скобки, да. То есть ветвление — это просто-напросто, когда у вас можете пойти вправо, можете пойти влево. Вы решаете, куда идти, естественно, желательно идти вправо-влево, по решению принимается по тому, где более длинная цепь. Чтобы более короткую цепь, естественно, запихать в скобки. Теперь самое весёлое. Циклы. Циклы описываются очень просто. Когда у вас, перед вами есть, вы ставите метку, номер цикла после атома, и у первого атома, и у того, который замыкает цикл. Собственно говоря, с той же самой меткой. Как результат у вас получается, что алгоритм замыкает атомы, которые обладают метками одинарной связи. Все слышали ключевое слово «одинарная связь»? Теперь давайте нарисуем бензол. Кто мне будет диктовать? Бензол мы рисуем с использованием двойных связей. А, нет, а, есть, 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 нет. Так, c1. Дальше. Потом что? Равно c. Ага, просто c. Равно c. Правильно. А как бы было бы неправильно? На части 1c. Да, неправильно было бы на части 1c. Тогда у вас подразумевало, что вы должны были замкнуть через двойную связь. А я вам только что сказал, что это делать нельзя. Замыкание только через одинарную связь. Итак, ну, собственно говоря, замыкать циклы вы можете не только в основной, по ходу основной ветки, но и по ветвлению. Вот типичный пример. Одно и то же самое соединение можно пройти разными способами. Вы можете пойти немножко неправильным путем, создав более короткую ветку и с более длинным ответвлением. Но никто не мешает вам в ответвлении тоже замкнуть на атом из основной цепи. Ну, а те самые веселые развлечения. Бутан. Фу, кубан. Все знают, что такое кубан? Вы сегодня будете его рисовать на практику. Значит, в чем специфичен кубан? Это действительно кубик из атомов углерода. Естественно, сколько циклов в этом кубике? Шесть, верно. Значит, а как пройти все атомы? Ну да, вот так вот змейкой пройти. Все верно. Значит, после того, как вы прошли все атомы, надо расставить номера. Давайте начнем. С какого атома начнем? С атома А. С атома А, перехватка атома В, к С, Д, Е, в общем, дальше в картинке все понятно. Значит, собственно говоря, у А ставим 1. Естественно, замкнуть мы должны его с Д. А1, Д, 1. Замкнули. Но в то же время, когда мы здесь вот идем, 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 оказывается, что мы А должны еще и с Е замкнуть. Вот эту четверку мы ставим потом, когда мы дойдем до Е непосредственно уже, до этого цикла. Значит, это первый цикл. Давайте, говорите, второй цикл. Какой? BCFG, да. Ну и так далее. Все поняли, да, как это работает? Вы, когда прошли, вы себе сразу выделяете те грани, которые у вас не замкнуты. И дальше надо просто расставить циферки нужным образом, чтобы те грани были замкнуты. Что называется, что будет и работать и любых больших органических соединений. То есть это самый экстремальный пример, который вы можете себе представить. Ну, один из самых. Естественно, что, если мы говорим о циклах, часто в виду мы имеем ароматику. Ароматика это означает, что у нас есть конъюнгированная система. Пик конъюнгированная система. Пик конъюнгированная система записывается просто маленькими буквами. Можно не мучиться писать вот эти все двойные связи, а просто писать маленькими буквами C1, C, 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 C1. И как результат мы что получим? Просто бензол, в котором будет каким-то образом алгоритм расставлено на связи. Естественно, что алгоритм весьма ожидаемый, это алгоритм Хюкеля. Помните такой? Ну как с обезьянками, не помните? Картинки в школе, нет? Правила Хюкеля. Ну это же можно выразовать алгоритмом. Это и есть правило. А что, не очевидно? А давайте вспомним правила Хюкеля. Вот, правильно. Значит так. Тут опять же у нас вспоминается геморитизация и так далее и тому подобное. Что тут может быть интересного? Интересного может быть только то, что такие атомы могут образовывать пи-систему. Ну, углерод, азот для нас очевидны, да? А вот фосфор очевиден? Почему бы нет? Все верно. Верное утверждение. Они, в принципе, находятся друг по другу. Какие проблемы. Как, собственно говоря, Сера, Мощьяк. Мощьяк ныне моднее. Моден. Надеюсь, вы знаете почему. Жизнь на Мощьяке, да, которой нету. Но, тем не менее, информационный сброс есть, и это полезно знать. Вот. Ну, естественно, вот простой пример рисования романтической системы. Теперь я к вам вопрос на засыпку. Давайте, просто это не на засыпку, на химию. Мы рисуем вот это вещество с двойными связями. Все помните, как я вас на клеотиду мучил? Вот давайте вот это вещество напишем с двойными связями. Можете? Как это не получается? Как это не получается? Кто? Может. Давайте попробуем нарисовать. Значит, что вы предлагаете? Значит, мы рисуем вот так вот. Ну да, как хенон. Все верно. Значит, вот этот углерод уже ароматический, да? Осталось сколько у нас углеродов? Три. Давайте сделаем их ароматическими. Как сделать вот эти два ароматическими? Правильно. Как сделать вот этот ароматическим? Можно поставить здесь, а можно поставить здесь. Соответственно, тогда либо у этого азота не будет водорода, либо у этого не будет водорода. А почему азоты могут включаться в ароматическую систему? Ну вот, это хорошо, что, в общем, не все так плохо. Итак, продолжаем. Естественно, что нередко бывает то, что нам нужно указать в органической формуле какое-нибудь некомалентное соединение. В данном случае все это очень просто. Разделение, понимаете, некомалентное, значит, что нет комалентных связей. Правда? Значит, простое разделение молекул внутри СМАС происходит через точку. Понятно, да? Собственно, таким же образом вы можете рисовать реакции. Изомеры. Изотопы это более-менее понятно. Вы просто указываете номер перед названием атома. В случае цис и транс вы ставите палочки. Вот как вы видите, если палочки в одну сторону? Это цис. Или транс? А палочки в одну сторону. Да. В связи, потому что у нас ванночка. Вот и все. Это должно быть интуитивно понятно. Я очень хотел бы, чтобы вы действительно сами догадались интуитивно, почему это для транс, который рождается, что по разную сторону у вас одинаковые палочки. Просто углы, как бы, идущие, да, они не одинаковые. Так. Хиральность. Здесь на самом деле все очень просто. За некоторыми исключениями. Помните, опять же, я не помню, в вашем курсе рассказывал или нет, как определяется там L и D аминокислоты. Значит, я бы сейчас не стал говорить об соединениях, у которых больше, чем 4 заместителя. Потому что это было бы несколько сложно определять эту хиральность уже таких соединений. И, как правило, к ним L и D изомеры не относятся. Они являются РС изомерами, которые являются более общими для органической химии. L и D. В чем идея? То, что вы берете, на самом деле, у вас есть центральный атом, у которого все заместители разные. И, естественно, то, что без химической, ну, без перестройки связей вы один другой перевести не можете. Собственно, если у вас 4 заместителя у одного атома, вы можете 3 атома из этих положить в одну плоскость. Очевидно, да? Через все трочки всегда можно сделать плоскость. Потом в эту же плоскость кладете центральный атом. И тогда, естественно, 4 должен смотреть либо наверх, либо вниз. Это логично? Сейчас, секунду. Кто бы это мог быть? Алло? Вы знаете, я сейчас очень занят. Позвоните позже. Значит, что у нас? Сейчас я выключу. Если вверх или вниз, то это указывается с помощью чего? Давайте догадаемся. Собаки. Естественно, если собака одна, то это вверх, если собаки две, то это вниз. А не знаю. Давайте запомним просто так, что это... Вверх это как, да, в смысле, одна, она не знает, что ли? Ну да. Давайте все-таки запомним, что скорее всего одна вверх, а две вниз. Естественно, отсюда, в зависимости от того, как вы напишете этот треугольник, в смайлсах у вас будет либо D, либо Элизомер. Так. Естественно, для чего все это делалось? Зачем эти смайлсы нужны? Вы же понимаете, что очень удобно манипулировать органическими соединениями, если это просто строка в компьютере. Вы взяли, заменили в этой строке одно количество букв на другое количество букв, у вас получилось новое органическое соединение виртуальное. Правильно? Собственно говоря, это очень удобно, и из-за этим можно легко манипулировать. Итак, естественно, если у вас это строки, это опять напоминает нам наши с вами любимые белки, то мы с вами можем делать посек по этим строкам. Для этого используется очень простой подход, так называемый смартс. Идея очень проста. Это опять же паттерны, которые могут быть весьма разнообразны. Любой элифатический углерод, любой ароматический. R это у вас что-то в кольце, R малое это что-то в кольце ароматическое и так далее. Любой атом с зарядом 2, любой атом с тремя соседями, любой атом с тремя водородами и так далее и тому подобное. То есть, в принципе, по-моему, вот в этих примерах уже практически все написано. Сильно расширять, я думаю, их не стоит, но можете сами посмотреть на сайте компании, которая все это придумала. Естественно, что здесь есть и логика. Логика, которая тоже для вас должна быть очень традиционной. Это and, логическое, логическое o, и логическое and not. Как вы догадываетесь, логическое and, все помните, что это такое, да? Вы не можете написать, что это должно быть c and n. Такая выборка будет равняться нулю. Понятно почему, да? Нет ни одного атома, который является углеродом и азотом. А вот если o, то пожалуйста. Либо углерод, либо азот. Соответственно, когда вы пишете and, это можно указывать, допустим, на примере, ну что там, азот, и так, чтобы у него был один соседствующий с ним водород. То есть, в данном случае мы можем явным пальцем тыкнуть, явным образом тыкнуть один из этих азотов, который имеет водород. Что еще? Вот это? Вот это? По-моему, это тоже and. А, нет, по-моему, это должно быть логическое o. Это может быть ошибка. То есть, запятая это and, нет, запятая это o. А, нет, тогда точка запятая это and. Извините, тогда все правильно. А? Вот он. Ну, на самом деле, он пишется and not, это логическое, привычное нами выражение. Но обычно это просто вискательный знак. Не надо писать and и not. Просто пишут вискательный знак, это просто and not. Так, что тут у нас еще? Все с этим, с этим примером понятно? Хорошо. Естественно, то, что здесь у нас появляется еще одна необходимость. Нередко бывает так, что даже органические соединения имеют трехмерную структуру. И мы с вами даже договорились с самого начала, что именно трехмерная структура легандов определяет их активность. То, насколько эффективно они связываются с белком. Давайте я себе представим, как бы это могло выглядеть с точки зрения формализации поиска. Вы берете и определяете расстояние между взаимодействующими группами. Как вы думаете, что взаимодействует в любом органическом соединении с белком? Нет, ну вы берете какое-то соединение органическое с белком. Что там может взаимодействовать? Заряд. Раз. Значит, заряд, водородные связи, стекинг и гидрофобика. Значит, давайте немножко начнем с конца. Гидрофобика, насколько вероятно, что на поверхности белка у вас будет гидрофобная поверхность? Если белок плавает в воде. Ну, она может быть, но вероятность того, что она будет большой, невелика. Иначе бы этот белок не плавал в воде. Правильно? Поэтому давайте гидрофобику пока немножко откинем. Стекинг. Вот это уже другое дело. Здесь взаимодействие в пи взаимодействии плюс гидрофобика это очень эффективно. На примере ДНК. Хорошо. Если у нас взаимодействует стекинг, то мы можем сказать, что если у нас два кольца находятся на контрастании друг от друга, и они эффективно взаимодействуют с белком, то это вот некий паттерн, пространственный паттер взаимодействия какого-то элеганта с белком. Правильно? А еще на каком-то расстоянии от этих колец может быть какой-то донор водородной связи. Вот это все называется фармакофором. Или, скажем так, еще больше 3D-фармакофором. Вот типичный его пример. А тут, извиняюсь, не нарисовала расстояние, но это может быть не очень важно, пусть он будет равномерным треугольником, примерно в состоянии 5-6 ангстерен. Когда у нас есть две ароматические системы плюс третичный амин, которые находятся в каком-то расстоянии от них. Естественно, что под это описание можно найти соединение, сканируя базу данных. Но что тогда должно быть в этой базе данных содержаться? Смайлс или что-то еще? Можно ли произвести сканирование вот по подобному, условно говоря, 3D-паттерну по смайлсу? 2D, правильно. И найти 3D-расстояние в них нельзя. Да, поэтому у вас должна быть некая база, которая содержит в себе не только информацию о 3D-структуре, но и возможной конфигурации или конформации, представленные этого вещества. Вот. Тем не менее, это вполне рабочий механизм, и такие базы есть. Естественно, что, как мы с вами заметили, что это, может быть, напрямую связано с подвижностью или конформационным разнообразием той или иной молекулы. Как нам с этим бороться? Нам с этим бороться не надо, это просто естественный ход вещей. Но есть леганды, у которых очень много вращательных связей, вращабельных связей, то есть одинарных связей. Естественно, что чем больше связей, тем больше возможно конформации. Это очевидно? Хорошо. Значит, чем больше проблем с точки зрения определения конформационной представленности. То есть мы это не можем рассчитать, можем только экспериментально получить. Но и тем более, если у вас есть много вращабельных связей, у вас леганд может адаптироваться под белок. Что еще сложнее тогда задавать для него 3D-паттерны. Поэтому, естественно, чем больше вращабельных связей, тем менее точно начинают работать наши поисковые способы. Естественно, то, что второй аспект, немаловажный всего этого, у вас есть паттерн хороший, который отбирает леганды по 3D. У вас нет четкого утверждения о том, что эти леганды связываются в одном и том же самом месте белка. И одним и тем же самым образом. Если нет, то, естественно, 3D-паттерн приведет вам к заведомой ошибке. Это один из недостатков подобного поиска. Понятно, да? То есть, если только вы полагаете, и у вас есть уверенность в том, что определенные семейства, органические соединения связываются все в одном и том же самом месте, то тогда для этого семейства вы можете организовывать 3D-паттерны и все это дело исследовать. Так. Ну, естественно, однозначно утверждение можно сделать только экспериментально. Нередко бывает так, что паттерны бывают слишком вырожденными. Что это означает? Что у вас под одно, под какие-то расстояния продоноры и акцепторы водородных связей, они достаточно большие, и может попадать очень большое количество разнообразных соединений, большим количеством вращательных связей. И как результат, ответ к подобному поиску может быть ошибочным. Это просто надо знать и учитывать, когда, если вы собираетесь как-то искать органические соединения, просто на основании подобия друг к другу. На самом деле это достаточно разумный подход до определенного момента. То есть вы можете в качестве стартовой точки брать, искать ингибиторы по химическим базам данных, которые похожи просто на элегант, которые связаны с вашим белком, для которого известна, допустим, органическая структура. Теперь давайте… Ну здесь, естественно, можно провести некую фильтрацию и провести поиск. Так, теперь, простите, о самых базах данных. Я не буду о большом количестве базах данных рассказывать. Они есть, но самое, как мне кажется, разумное и представленное на сегодняшний момент – это POPCHEM. Почти POPMET, только POPCHEM. В принципе, это те же самых людей. И он позволяет искать все, что угодно, и получать, причем он может туда вводить смайлс, смайлс, и находить некую субструктуру внутри этого смайлса. Что-то еще есть интересного? Самое важное, наверное, то, что в результатах, нередко в результатах выдачи этого базы данных вы можете увидеть не только формулу соединения, но и данные об его активности, что бывает удобно. Теперь, наверное, может быть для вас более интересная вещь. Часто бывает так, что я, допустим, очень люблю тыкать мышкой в браузере. Особенно, когда есть задача достать, допустим, 100 тысяч соединений. Давайте посмотрим, что есть у нас с вами на экране. Это вот столь любимое мной новшество Python ноутбук, iPython ноутбук. Я импортирую некий модуль, который называется PubChamp. Это неважно, он позволяет работать с PubChamp. Ну, PubChamp, да, очевидно. Дальше, допустим, я хочу узнать о свойствах аспирина. Все, что мне нужно, или у меня есть, допустим, список этих соединений. Я спрашиваю у этой базы, я получаю список, в котором есть информация об этом соединении, и дальше просто печатаю эту информацию. Что у нас получилось? Формула аспирина C9H8O4, количество акцепторов водородной связи 4, гидрофобность 1,2. Естественно, что в данном случае это можно сделать для очень большого списка соединений и проводить уже внутреннюю фильтрацию средствами Python. То есть здесь можно написать цикл. Вот, допустим, простой пример. Я хочу, как вы думаете, что в этой строчке написано? Ну, давайте я буду диктовать, а вы будете на слух воспринимать код, что весело. Значит, от 1 до 10 мы делаем, пытаемся сделать такую операцию. Мы пытаемся найти что-то с минусом C1 равняется N, C равняется C минус N1. Ну, здесь минусы не обязательно писать, но тем не менее, я просто написал, чтобы удобнее было вам понять. Поиск подобия и количество выдачи 50. А начало выдачи там, оно меняется от 1 до 10 по циклу. Что мы в этом случае будем получать? Да, а что это за соединение? Что это за цикл, как вы думаете? Пятичленные, да. Слушайте, какое хорошо значение. И как результат? Я вот… А? Нет. Я вот пытаюсь вам это показать. Смотрите. Значит, я… Здесь идея стоит в том, что каждый запрос, на каждый запрос выдаёт вам 50 соединений. Это как, знаете, делаете запрос, как дать данных, у вас первая страничка, вторая страничка, третья страничка, да? Помните? Ну, в любой, ну, как бы, там… Пролистать там до сотой странички, да? Очень весело. Здесь, на самом деле, то же самое. Это связано с тем, что… Это связано с тем, что на самом деле все эти интернет-запросы, естественно, оказывают большую нагрузку на базу данных. Для того, чтобы их минимизировать, запросы разбивают, имеют какое-то ограничение по количеству данных соединений. И чтобы это… Если вы хотите получить несколько тысяч соединений, или сотни тысяч, или миллион соединений, то для этого вам нужно придумать итеративный запрос. Правильно? Собственно говоря, здесь он так и реализован. Здесь я говорю, что я хочу каждый раз на результате своего запроса получать по 50 соединений. Номер страницы указываю в виде переменной. Таким образом, я скачал 22500 соединений. Вот они тут в списочке, я думаю, что… Значит, давайте теперь посчитаем. Должно быть тут 500. А почему 22500? А, это я на самом деле зарядись на 50 умножил. Ну, ошибся бывает. Граница подобия. Ну, это на самом деле просто поиск пластмаркс. Вы, если пишете с ними дозол, да, вы ожидаете, что у вас должно быть получиться, что во всей этой структуре присутствует такой цикл. Местидин и прочее, прочее, прочее. А? Нет, у вас у вас составляется список, да, когда вы делаете первый запрос по результатам поиска. У вас создается некий ID запроса и вам генерируются все соединения. Но вы скачать за раз их все не можете. Вы скачиваете постранично. Но ID запроса не изменяется. Просто, опять же, во всех этих модулях питона все эти тонкости от вас скрыты. Как состояние? Вы же получаете какие-то количество, правильно? Да. Он как-то создает двойные инвестиционы на шоке, Выдает это в 60? Он выдает по тому количеству, которое вы запросили. Но дело в том, что это количество, оно ограничено. Если у вас их там несколько тысяч, то написав тысячу, вы получите тайм-аут. Я просто вчера пытался, может быть, не получите, но вчера был тайм-аут вечером. Медазол, гистидин. Скор, вы хотите спросить, есть ли Скор. Если честно, я точно не помню, по-моему, есть. Там можно отсортировать каким-то образом. Я уже давно этим занимался, но помню, что АКПРВ это и не нужно. Я объясню, почему. Если вы хотите найти все соединения, которые могли удовлетворять вашему так называемому хомокофору, мы говорили о хомокофоре 3D, но с помощью паттернов смарт можете задать хомокофору 2D, просто о том, что-то содержит имедазол, где какой-то должен быть заместитель. Здесь можете написать этот смарт запрос и в результате вы получите все соединения, которые его содержат. Скорее всего, вам важнее получать не точный какой-то ответ, а смарт не может быть стопроцентной похожести, потому что R может быть любым. опять же, как можно определить похожесть, допустим, чем… Можно в принципе сортировать по размеру соединения. Чем меньше размер соединения, тем больше он похож на запрашиваемый вами этот. Да, кстати, вот здесь в питом ноутбуке вы нажмете вот так вот ASP точка и табуляция, он вам подскажет, какие свойства вы можете получить. И там в поверьте их много. И мегулярная масса, и троливаль пассатижи. То есть это все можно попробовать самим. Почему вы получаете вот список как-то 10-150, а не каждый раз на 1-10-150? Потому что у меня есть идентификатор запроса и идентификатор итерации по этому запросу, находящийся у них в базе. В принципе, если у вас получится, можете попробовать. Может быть с утра по нашему времени, когда вся Америка спит, тайм-аут будет гораздо выкидываться на больших количествах. Я вам гарантировать сейчас не могу. Так, а по-моему все. Да. Все, схема информатика. У нас осталось полчаса на PIMOL. Как с перерывом или без? Ладно, давайте быстренько PIMOL пройдем. Есть какие-нибудь вопросы? Давайте. Значит, у нас с вами есть, если палочки смотрят в одну сторону, у вас транс. А если в разные стороны, то это CIS. OBO транс, потому что они всего оба в одну сторону. Здесь написано или. Видите? Ключевой момент или. Хорошо. Значит, схиральностью. С схиральностью здесь опять традиционный аспект, то, что вы хиральность задаете с помощью только одного атома, углерода. опять, из-за того, что делаете треугольник из трех заместителей, кладете в плоскость и смотрите, как относительно других трех заместителей смотрит один оставшийся атом. Вверх или вниз? Вверх это одна собака, вниз это две собаки. Вот. Вот здесь это важно, потому что все мы помним, что если n находится где-то там справа или слева, это большая разница. Вот, собственно говоря, здесь ей надо писать правильно ветвление для того, чтобы добиться правильной хиральности. А давайте, подумайте. Да, конечно, это O должно быть. Нет, это не хак, это опечатка. Потому что внизу находится опять же вот это. То есть, например, первая строчка, да, у нас одна группа идет, потом мы говорим, что первый смотрит, кто-то живет, там идем на трубу, которая скобка, правильно, она идет вверх дальше. И дальше, соответственно, у нас первая когда надо вот собачка, это есть там хиральности альфа. Значит, следующий, да, идущий против него заместитель, он идет вверх. идущий. Так, ну что, еще есть вопросы по этим смартсам? Значит, почему это удобная штука? Потому что на сегодняшний момент, у вас сегодня даже будет это упражнение, любой смартс вы можете очень быстро превратить в 3D-структуру с помощью каких-то программных средств. В связи с тем, что все-таки более-менее качественно превратить 3D-структуру. Это удобно, потому что вам не обязательно вы можете придумывать органические сиденья на лету, записывать их в виде строчки и сразу получать 3D-структуру, с которой можете даже оперировать, как хотите. 3D-структуру, естественно, вы понимаете, что это будет одна структура, но если хотите, можно попытаться представить и конформационное разнообразие. Так, давайте быстро к пимолу. Делать красивые картинки. это рассказывать не буду. Я так понимаю, что вот это уже устаревшая информация, да, о том, что можно бинарные пакеты скачать откуда-то. Экзечников нету уже. О том, как скачать и крутить молекулы мы с вами рассматривать не будем. Вот про это вы знаете, да, про эти кнопочки. Хорошо. О том, что есть всякие возможности операции, операции с 3D структурой это, допустим, определить вторичную структуру, если у вас там нету pdb файлей, ну, всякие манипуляции с объектами. Так, способы представления вы тоже знаете, да, что можете разные лейблы показывать, это можно все понатыкать. Выборки. с выборками мы вроде разобрались или нет. Select vfn, графические выборки, плюсики, минусики и так далее. Я думаю, что это вы тоже видели, это связано с тем, что у нас можно в Help Selection увидеть. Примеры выборок мы с вами уже вроде смотрели, графические выборки. Вот теперь немножко вот этого вы знаете? Все знают или нет? Значит, есть такая штука, даже не штука, давайте просто объясним. Когда мы с вами в Pimole что-то визуализируем, что происходит? Программа на основании точек в пространстве рисует какие-то геометрические объекты. Все понимают это? Потому что на входе у вас 5B-файл, в котором просто точки пространства. он на основании этого рисует объекты. Эти объекты могут быть красивыми спиральками, некрасивыми чем-то еще и так далее. Но эта программа сама дорисовывает то, что нам удобно видеть. Когда мы это дорисовали, у нас все равно это остается в памяти программ это 3D-объект, а что нам на монитор приходит? 2D-изображение. Правда ведь? Ну, можно придумать, что вам приходит и 3D, изображение, но все равно в итоге это 2D. Это значит, что делается примерно каждый раз проекция, когда мы крутим. Так вот, качество этой проекции изображения может быть разным. Может быть оно такое, которое работает быстро, а можно сделать его очень высококачественным. Что значит сделать его высококачественным? Это значит, что поставить рядом с этим объектом, 3D-объектом свет, посчитать, как этот свет падает, как он отражается, какие получаются тени и прочее, и прочее, и прочее. И настройки вот этих обсчетов, они могут быть совершенно разные. И сам этот процесс называется raytracing, трассировка лучей. И raytracers, они могут быть разных типов. Вот допустим, смотрите, когда мы делаем обыкновенный raytracing, просто появляются красивые блики, красивые тени. но мы можем включить также разные режимы. Допустим, вот режим с обводкой при сохранении стандартных заливок, режим с обводкой без сохранения заливки, и режим с обводкой, допустим, при заливке какой-то мультяшной. То есть это все настраивается, надо вам посмотреть, это гораздо проще запустить и проверить своими методами. То это будет просто вот такая вот, raytracing смотр 0 по дефолту. У вас появятся блики, появятся тени, и более гладкое изглаживание краев. Естественно, что под все, под все, что я говорил, существует множество настроек. Первое утверждение. У вас есть 3D-точки в 3D-пространстве. Вы хотите нарисовать разные объекты. Вот у этих объектов есть очень много настроек. Их сколько? Порядка 600. Сейчас может уже больше. Как это узнать? Там можно челкнуть в P-Mole Settings Show All. И там будет гигантский список. Или просто набрать Set и табуляция в окне P-Mole. Ну естественно там будут разные настройки. Вот допустим примеры. Вы можете изменить размер графического окна, не делать авто зум офф на новозагруженные объекты, авто шоу лайнс, или показывать автоматические выборки, не показывать линии, настроить красоту спирали, допустим, добавить цвет, изменить внутренний цвет спирали и прочее, прочее, прочее. Таких есть настройки очень много. Хорошего мануала по этому поводу нету. В большинстве случаев, но все они интуитивно понятны языковой названий. То есть нажали set, потом cartoon, два раза табуляцию нажали, вам вышло куча настроек по настройке представления cartoon. Дальше вы все, что занимаетесь, это манипуляции параметра, смотрите, нравится вам, не нравится. Анимация. Естественно, что нередко бывает так, что нам с вами надо показать какой-то процесс. 3D. Значит, у нас есть мультимодельный PDB, к примеру, да, это может не PDB, может быть любой другой файл, который содержит много координат атомов. Мультимодельный PDB простейший пример, это все результаты из YAMARN анализа. Видели, да? Естественно, что как делает PMO в этом случае. У него есть кнопочка play внизу, и он показывает одно состояние за другим. Одну модель за другой. Но в данном случае у PMO есть некоторые расширенные возможности работы с подобными вещами. Допустим, вы можете через GUI попытаться что-то там покрутить, повертеть, настроить и сделать движение статической структуры. У вас одно состояние, одна структура, вы можете задать анимацию камеры вокруг этой структуры. Понятно, да? Вы все должны понимать, что в PMO на самом деле, когда вы крутите мышкой, вращается не белок, а кто? Вы вращаетесь вместе с камерой. Приближаетесь и уезжаете. Камера ездит туда-сюда. Поэтому если вы загрузите новый белок, какую-то вторую субчастицу, она кажется там же, где и должна быть. Наши координаты не изменяются. Естественно, что пример, но это вы сами может пройдете, который проходит с помощью GUI. И выглядит он следующим образом. Что здесь важно? Здесь важно, что появляется такое понятие, как сцена. Сцена это вид представления, который у вас есть на текущий момент с положением камеры и отображением белка. Вот как это выглядит. Вот это простая манипуляция. У нас есть две сцены, и вот мы делаем зум на какой-то остаток. И еще покачиваемся постоянно и обратно. Это делается все с помощью практически GUI. Когда вы сохранили две сцены. Первая сцена это зум на белок, вторая сцена это зум на остаток. Все. И сделали кино. Значит, теперь давайте посмотрим о терминологии более внимательно. Рассмотрим ее. Значит, состояние или state это изменение координат ваших молекул. То есть как взаимное расположение, так и абсолютное пространство. сцена это информация о положении камеры и способе отражения биополимера или там что вы показываете. Кадры frames это то, в каком месте временного отрезка находится то, что вы хотите показать. Понимаете разницу между сценами и кадрами. Сцена просто информация о том, как это влюбит. А frame это положение во времени того, что вы хотите показать. Все знаете, что такое кино. Это последовательность кадров. Соответственно, вы можете прямой указывать, кто где находится. И вот, собственно говоря, информация о том, какой кадр и сколько у вас кадров и видеоплеер у вас есть пемоли справа внизу. Итак, теперь перейдем к команде mset. Когда вы задаете, сколько у вас есть фреймов и как они распределяются. Потому что, если у вас есть мульти pdb, в котором много состояний, то вы можете каждое состояние положить в разные фреймы. Не обязательно их класть друг за другом. Вот простой пример. у вас есть 55 состояний. И вы делаете, когда пишете mset 1 минус 55, вы в каждый последующий фрейм кладете одно состояние. Это по дефолту так работает pmol. Если у вас есть мультистаген pdb, в котором есть много состояний, он сразу делает такую команду. Но можно сделать сложнее. У есть одно состояние, вы можете размножить его на 90 фреймов. Как это будет выглядеть? Просто у вас в каждом фрейме будет находиться одно состояние. Это делается с помощью x. И при этом что происходит, если на две мульти play после этой команды? Ответ ничего. У вас везде будет все одно и то же. Но если вы потом придете в какой-то кадр и изменить положение этого белка, то у вас будет мелькание. Более сложный пример. Мы берем, создаем, у нас есть ПДБ, в котором 15 состояний. Сначала мы загружаем и говорим, что первое состояние должно идти первые 30 кадров. Потом идет, потом идут все состояния с первого по 15 в следующих 15 кадрах, а потом 15 состояния снова в 30 кадрах. Давайте посчитаем, сколько у нас в сумме кадров получится. 30 плюс 30 плюс 15. 75 и 75, а еще последний шаг это какой? Это итерация от 15 к первому еще 15 кадров. Получается 90. Все поняли вот эту запись? Давайте еще раз. У нас есть 15 состояний. Мы говорим, что первые 30 кадров у нас находится первое состояние. Потом с 31 по 45 кадр у нас происходит поочередное состояние 1, 2, 3, 4, 15. Потом с 45 кадра по 75 кадр у нас с вами 15 состояние одно и то же. И с 75 кадра мы начинаем обратный отсчет 15, 14, еще 15 кадров. Поняли? Все это манипуляция сложная. Хорошо. Это качество референсов, потому что это полезно. Естественно, что когда в этих местах делалось одно состояние на 30 кадров, вы можете делать какие-то вращения. Что это кино, для чего это нужно? Вот такая задача нужна. Вы открываете файл, вращаете неподвижное состояние, шевелите его, снова шевельте до 15 структуры, снова вращаете и снова шевелите обратно в первую структуру. Так, собственно говоря, простейшая вещь, здесь появляется важная вещь, важная информация о том, что у нас команда MVU. Значит, MSET, размножаем первое состояние на много, создаем лицину, ориентируем его, потом запоминаем в первом кадре, потому что мы до сих пор находимся в первом кадре, мы еще никуда не перешли, запоминаем вид, сцену, дальше переходим в сотый кадр, снова делаем какое-то изменение в этом сотом кадре, делаем зум и снова запоминаем. Но если мы так делаем, то получается, что у нас будет. У нас будет 99 кадров одно и то же, а в сотом будет зум, а потом снова все одно и то же. Не будет линейности, правда? Для этого включаем такую штуку reinterpolate. Интерполяция это естественно просто линейная интерполяция между одним и другом состоянием через все эти кадры. Давайте посмотрим, что получится. был весь лейцин, сделали зум на один атом. Постепенный, аккуратный. То есть это все делается просто интерполяция. так. Что у нас еще? Сейчас, секунду. Как правило, если честно, я не помню, можно ли задать диапазон интерполяции. По-моему, можно. Это вы там сейчас посмотрите в мануалах. Но по дефолту, конечно, по всему диапазону. по-моему, есть нелинейная, есть какая-то параболическая. Но, если честно, я опять же уже могу не следить внимательно за изменениями в Т-моле. Так, это у нас это. Так, тут есть еще готовые утилиты, которые за вас могут что-то сделать. Вот эти МРОК, это покачивание молекулы, МРОЛ это вращение, и на самом деле вот еще МДУ, она устарела, раньше она использовалась как сделать в каком-то фрейме что-то. Сейчас это делается по-другому. Вы просто пишите фрейм 100, переходите в него и делаете. При этом автоматически и при этом не забывайте сохранить МВЮ. МВЮ 100 нажать. И тогда у вас все получится. естественно, после того, как вы сделали анимацию, вы, может быть, ей насладились, но немаловажно ее показать вашему руководству, ну или тем, кто заинтересован. Как это делается? Все знаете, что анимация от последовательности кадров, Значит, мы должны превратить, сохранить каждый ваш фрейм в виде отдельного графического файла, а потом всех их объединить в ролик и выложить на YouTube. Вот. Делается все очень просто. Вы включаете опцию, что надо все фреймы делать качественными с помощью raytracing, помните, что это такое, да? И набираете команду mypng, а дальше любое имя. Он, соответственно, пишет все файлы в начале у них идет ваше название, а потом 001, 002, 003 и так далее. Там до 10 тысяч по-моему фреймов это можно сделать. Вот. Дальше как собрать? Дальше надо собрать, собрать можно все это по-разному. Там у меня есть способы собрания под Linux. Вот здесь предлагается способ собрать под Windows скачать VirtualDub. Сразу выбирайте тот кодек, который может ставиться в вашу презентацию или куда-то еще подойти. Что такое кодекс? Знаете все? Если мы делаем кино, в котором у нас меняется 26 кадров в секунду, а каждый кадр у нас полмегабайта, то одна секунда это сколько мегабайт? 26 или там сколько там делим пополам, 13. 13 мегабайт за секунду. А вы хотите показать на минуту. Сколько у нас получается мегабайт? 13 умножаем на 60. Почти гигабайт, да? Это кажется несколько не соответствует тому, что вы привыкли качать из интернета. Там же гигабайт вы можете смотреть целых полтора часа. Как это происходит? Это происходит за счет сжатия. Потому что есть способы как превратить любую картинку в уменьшить ее в размер путем замыливания чего-то, интерполяции последующей. Это и есть кодекс. Дело в том, что человеческий глаз, ему не нужно все 20 кадров видеть все время одну и ту же красивую четкую картинку. Может быть и нужно, но это избыточная информация. Достаточно периодически видеть красивую картинку. И после этого естественно вот эти программы, которые делают и сжимают и разжимают называются кодекс кодеками. Вот эти алгоритмы. Соответственно как неудивительно не всякий кодек работает в Microsoft офисе и в Windows. и не всякий кодек тоже может работать везде, что они все имеют более-менее допустим кодеки ориентированы на видеопроигрыватель и они реализованы в видеопроигрывателях. И не реализованы естественно в Microsoft офисе или других офисах. Понятно, о чем говорят. резон системные кодеки которые наиболее поставляются вместе с операционной системой. в Linux с этим как правило проще. Вот. Ну и собственно говоря вот это по поводу сборки. Там есть в современных Pimol способ сразу сохранить как кино но сохранить как импэк расширение. Весьма вероятно, что в старый офис это не влезет. В новый может и влезть. Так. Ноделирование и редактирование. Значит естественно что вы можете двигать предметы. Для этого есть режим эдитинг. Там справа внизу нажмете один раз вы увидите что у вас из режима view и пришли в режим эдитинга и редактирования. И тогда вы можете двигать объекты с помощью мышки вращать торсионные связи двигать объекты двигать отдельные атомы и так далее. Как это сделать? Это все методом тыка изучается. Я рассказывать не буду. Уже опытные люди сами разберетесь. Так. Вы можете естественно менять вторичную структуру. Точнее описание вторичной структуры. Ведь вторичная структура расширится на основе координат. Если у вас неправильное описание, то вы можете сами носим ручками задать как она должна выглядеть. менять координаты отдельных атомов естественно. Носить мутации в белок. Носить мутации на пленную кислоту не получится. Там нет такого функционала. Конвертируйте ЛД добавлять протоны. Добавление протонов происходит по очевидным признакам. Как это должно работать, догадываетесь? Программа определяет на каком расстоянии находятся соседние атомы. Если атом находится близко, то это двойная связь. А если далеко, то это одинарная связь. Если очень далеко, то связи нет. Вспоминаем, какая длина двойной связи. А динарный? Да, 0,154 нанометра. Видите, как хорошо. Надо все помнить. Вот. Из этих простых правил для углерода определяются, собственно говоря, куда добавлять протоны. Естественно, можно добавлять химические соединения к определенным точкам. Для этого должна быть библиотека этих соединений. У вас будет пример, как это делать. То есть, вы можете добавить любое органическое соединение к нужной точке и получить трехмерную структуру таким образом к нужному а тому. полезные вещи. Когда вы загружаете pdb, pmo, допустим, заходите сохранить, потому что вы отредактировали, pmo может перетрасовать атомы, что может быть вредно для некоторых случаев. Поэтому используйте команду setretain order. Полезно все время копировать объекты. Делать манипуляции с отдельным выбранным объектом. Если что-то запороли, заново копируете и все, чтобы не перезагружать. Потому что мало чего, у вас такие команды уже сохранились. Есть традиционные команды translate и так далее, где через запятую указывается новый объект, к которому это происходит. То есть translate это смещение координат уже настоящее. Собственно говоря, как и rotate, ну и так далее. Это простой пример. Вы можете изменять координаты атомов с помощью alter state или с помощью translate. А учитывая возможности питона, вы можете делать какие угодно смешные мультики. Как все атомы разбегаются и собираются снова в белок. Попробуйте сделать. Это легко программируется. удаление атомов. Естественно, как вы понимаете, что атомы в удалении связи в пимоле, как вы думаете? Когда вы первый раз загрузили в какую-то структуру, при чтении этой структуры, он решил, что какие-то атомы в этой структуре связаны. И между ними рисуют палочки. Даже если потом этот атом отодвину на очень далеко, он все равно палочку будет рисовать, потому что у него в памяти осталось вспоминание, что какие-то атомы связаны связями. Поэтому это можно изменять. С мутогенезом понятно, это все через меню делается. Добавление протонов простые команды, я уже что-то объяснил. Суперпозиция в пространстве. Это более часто используемая процедура. Здесь можно использовать суперпозицию просто на основе С-альфа атомов, просто как множество. Вы можете использовать процедуру Align, которая еще учитывает себе в мозгу то, что С-альфа атомы могут иметь название, а именно аминокислоту какой-то. Поэтому добавляется дамотерная скорость, если у вас в пространстве совпадают аминокислоты с инаковым названием. Я понятно говорю? Успеваете? Хорошо. Но часто бывает так, что как раз этого делать не надо. Для этих целей используется такая команда как PairFit, когда происходит суперпозиция просто по множеству атомов, по любому заданному двум множеством атомов. Естественно, это множество должны быть одинаковые по количеству. в этом случае вы можете совмещать все, что хотите любым способом, но при этом должны понимать, что вы можете совместить разные атомы, совершенно любые атомы с одного множества добавление фрагментов. Есть такая папочка Champi Fragments, куда вы можете складывать фрагменты в определенном формате mall. И собственно говоря, дальше с помощью команд определенных вы можете легко добавить эти фрагменты к вашему белку. То есть некая библиотека органических радикалов, которую можете она там уже есть. Скауптинг это real-time оптимизатор геометрии, который включается когда только вы начинаете менять координаты атомов. Как это сделать, вы разберетесь сами, когда запустите wizard, который я здесь рекомендую вам, с чего и начнете. Так, скриптование у нас с вами мы знаем, что есть два типа скриптования. Это список команд в файле, который запускается через собаку, а через команду run запускается питоновский файл, файл на записанном языке питон, который, собственно говоря, может что-то делать. Вы можете вставлять питон, делать питоновские вставки в обыкновенные файлы, список команд, список команд, питон, 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 emp. Ну, а это вы уже все видели, точнее, с этим уже, наверное, баловались. Помните, да? Только здесь еще интерполяция есть. Давайте вернемся назад. Здесь mvue и int palet. Если у вас оно прыгало, то здесь оно гладко двигается. Вот. Есть еще возможность все, что вы все эти 3D-объекты, которые вы видите в Pimole, экспортировать в 3D-объекты, которые понимают другие редакторы трехмерной графики, профессиональные или не очень профессиональные. И там вы можете уже сделать очень красивое изображение. Как вы догадываетесь с антеннами, современные редакторы графики, они позволяют делать все, что угодно. Вот типичный пример. Сделать золотой белок, какие-то это и прочее. Что? Все.